Первые 50 беженцев из Палестины, среди которых 23 ребенка, прибыли в Дагестан этой ночью. Их ожидают врачи, психологи, сотрудники правоохранительных органов для безопасности уставших с дороги гостей. Подробности в материале Карима Гамаева. Дорога была тяжелой, но все гости находились в хорошем расположении духа. Кто-то даже приветственно махал рукой встречающей делегации. Жители Палестины, несмотря на усталость и проделанный путь, вышли к журналистам выразить слова искренней благодарности. Мы должны сейчас выразить свою благодарность российскому народу, многонациональному российскому народу, который нас вытащил из этой зоны войны. И сказали нам, что всех вытащим. Люди с документами, без документов. Сказали нам, не переживайте, у кого документы, у кого нет документов, всех заберем с собой. И сказали слово, что русские своих не бросают. Мы так заблакали, когда нам высказали вот эти слова. Все заблакали. Сколько людей хотели помогать. Знаете, душа разорвалась и сердце дергалось от того, что люди так хотят помочь нам. Спасибо вам большое всем. Первая группа беженцев прибыла в республику Дагестан. Они заселились в гостиницу прямо позади меня. Группа состоит из 50 человек, 23 из которых это дети. Отметим, что первые беженцы сектора газа прибывали в Россию еще в ночь с 13 на 14 ноября. Тогда спецбортом МЧС были доставлены 70 человек. В республике созданы все условия для проживания. Также из резервного фонда правительства Дагестана выделено 8 миллионов рублей. Мы встретили их, доставили сюда, на зону отдыха. Здесь будет пункт временного размещения. Руководителем этого пункта временного размещения будет глава Кировского района. Он будет организовать и оперативно реагировать на все вопросы, которые будут здесь возникать. Сейчас мы их разместили по номерам. Они буквально полчаса отдохнут, потом мы их пригласим на ужин. Мы готовы и к приему большего количества людей. У нас имеется достаточное количество финансовых средств, резервы. Если, например, дети пойдут в школу, у нас уже Министерство образования подготовило учителя, которые будут на арабском языке им преподавать соответствующие дисциплины. Слава Богу, у них очень хорошее состояние. Они ни в чем не нуждаются. На момент их прибытия уже было подготовлено все самое необходимое. Медикаменты, питание для детей, одежда. Ну, то есть все самое необходимое. Дальше это тоже будет продолжаться. Приняты все необходимые меры. Детям будет оказана психологическая помощь. У всех детей есть мамы. Дети, слава Богу, в хорошем состоянии. Тяжелых проблем со здоровьем ни у кого нет. Напомню, что в республике развернут пункт для помощи беженцев. Он находится в здании социальной защиты по адресу Имама Шамиля, 44А. Карим Гамаев, Махарбека Мария. Время новостей.